О том, что в море плавает участок трубопровода, местные рыбаки сообщили в водоканал в эту пятницу. Ну а в понедельник 200-метровую пластиковую трубу диаметром в 2 метра обнаружили на пляже санатория Ворошилова. Ее прибило к берегу. По предварительной версии, это часть глубоководного выпуска адлерских очистных. Секция трубы метров 200. Видео с плавающей в море трубой появилось в интернете и обеспокоило горожан. Между тем, в водоканале уверяют, глубоководный выпуск в Адлере работает в штатном режиме. Сам глубоководный выпуск – это 3 километра трубы, больше 3 километра. Из них 2 километра – это железобетонная труба, проложенная под землей. И почти полтора километра – это пластиковая труба. То есть минимально, если даже считать, что это произошло в самом начале пластиковой трубы, то минимально стоки выводятся на расстояние порядка 2 километров от берега. Международного выпуска оторвало небольшую, его часть никак не повлияла на работу адлерских очистных сооружений. Здесь стоки как очищали, так и продолжают очищать. Процедура включает несколько этапов. Первый – механическая очистка. Фильтрующие решетки задерживают крупный мусор. Затем в работу включается так называемая песколовка. Следующий этап – это биологическая очистка. Здесь точную воду смешивают с активным илом. После она попадает вот в это здание, где происходит финальная стадия очистки воды. Перфорация, то есть дырочки, которые находятся на барабанных фильтрах, 18 микрон. Вы представляете, как они чистят воду. Дальше после этого вода сточно попадает в лотки, где установлены ультрафиолетовые лампы. Они обеззараживают эту сточную воду до норм. И после нее попадает глубоководный выброс в море. Эту воду по прозрачности можно приравнять к питьевой. Насколько хорошо сточные воды очищены, сообщают автоматические анализаторы, которые определяют наличие в воде разного рода примесей. Ну а потом в дело вступают сотрудники лаборатории. После отрыва трубы глубоководного выпуска пробы здесь теперь отбирают каждый день. Контролируем каждый день сейчас по различным компонентам. Это извешенные вещества, это и азотная группа, и фосфор, и фосфатов, и ХПК. На данный момент пробы по качеству не отличаются от тех, что были у нас ранее. В таком режиме пробы будут отбирать до полного восстановления глубоководного выпуска. 200-метровый кусок трубы по-прежнему находится на пляже санатория Ворошилова. И, как видно, погодные условия пока мешают производить здесь какие-либо работы. Когда море немного успокоится, трубот буксирует на пляж в район Мзымты. Там ее уже и обследуют. Будут обследовать водолазы и ту часть глубоководного выпуска, который проложен по дну моря, чтобы понять, какой участок вышел из строя и что необходимо для его полного восстановления. Осталось только дождаться благоприятных погодных условий.